В спорткомплексе МТЛ-Арена на трибунах нет свободных мест. Фанаты баскетбола пришли посмотреть, как будет решаться судьба Кубка России. Сейчас на паркет вышли две команды. Самара и гости из города Ревда, Свердловской области. Темп Сунзе УГМК. Они впервые в финале. И очевидно, что эта победа станет для кого-то первой в карьере. Хотя до этого Самара занимала четвертое место, а темп третье. В розыгрыше Кубка страны. На второй матч Сирии гости приехали в Самару, имея в запасе три очка. Поэтому и первую четверть они начали в роли лидеров, накидав в корзину 13 очков против шести у соперника. Но хозяева нашли в себе силы вырваться вперед. 19-17. Итог после первого раунда. Все ребята старались, бились, выкладывались. Все были заряжены. Хороший для нас результат. Во втором периоде Самара продолжала нагружать темп трехочковыми попаданиями. Но гости не сдавались до последнего. Периодически вырывались вперед. Однако на большой перерыв Самара ушла. В плюсе по сумме двух матчей на одну очко. 41-37. Эта команда заслужила как минимум место в ВТБ с болельщиками, с инфраструктурой. Надеюсь, что здесь построят хороший большой зал. И команда будет участвовать. Считаю, что должно быть большее количество участников в Лиге ВТБ. Опытные ребята в Самару попали сложные, где-то трехочковые, очень высокий процент. Да, ну это и сказалось на результате. Основательно отдохнув и набравшись сил не только физических, но и эмоциональных, Самара устремилась вперед за Кубком России по баскетболу. Расстрел кольца заводчан шел с разных позиций и флангов. Импровизация самарцев не знала границ. В результате третья четверть закончилась разгромом гостей 69-49. Самара поймала кураж и, не знаю, не могли мы ее уже остановить после этого. Забивали сложные броски через руку на последних секундах. Пока они смотрятся по стабильнее нас, в общем-то, в чемпионате. Так что, мне кажется, тут 50 на 50. Нет такого, что кто-то был лидером изначально. Потому что финал – это всегда другая игра в любом случае. Оправиться от такого удара темп из ревды уже не смог. Они начали ошибаться и в атаке, и в обороне. Чаще промахиваться. И в итоге последние 10 минут матча Самара доигрывала в роли обладателей Кубка страны. Большой приз клуб выиграл впервые за свою историю в большом баскетболе. Финальная сирена зафиксировала победный счет в 86-69. Мы по этап нашли к этой игре, ну, вообще в кубке. И перед нами были поставлены задачи, чтобы выиграть кубок. Были удачные игры, неудачные. Но мы перебороли себя и сегодня доказали, что мы по праву являемся обладателями Кубка России. И эта историческая победа для этого клуба – это вдвойне приятно. Лучшим игроком матча и всего турнира Кубок России стал защитник Самары Владимир Печкуров. Золотые медали и главный трофей победителям вручали представители Российской Федерации Баскетбола Светлана Гюр, президент Федерации Баскетбола Самарской области Владимир Аветисян и зампредправительства Самарской области Александр Карпушкин. А уже в раздевалке баскетболистов по телефону поздравил Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.